Свои самые первые космические ракеты в Куйбышеве построили в 1958 году. Завод «Прогресса», тогда еще авиационный завод номер один, получил государственное задание особой важности – перестроиться на выпуск ракет. От этого зависела судьба оборонного комплекса СССР и всех космических разработок. Здесь впервые в стране наладили массовое производство. Темп освоения новой техники кажется невозможным даже сегодня. График был очень жесткий, работали буквально круглые сутки. Вот благодаря тому, что вот этих пультовых было по две везде, а они не используются, там поставили стеллажи, и мы там спали. Когда не занят, пойди. А собирали тогда в Куйбышеве главную ракету мировой космонавтики 20 века – Р-7. Прародительница Современного Союза – это она, «семерка», созданная в городе на Волге в 61-м, доставила Юрия Гагарина на земную орбиту. Двигатели к ракете делали тоже куйбышевцы. Владислав Тома был среди тех, кто готовил перед стартом двигатели гагаринской ракеты. А такой современную Самару с высоты земной орбиты видят современные аппараты, сделанные на прогрессе. Без космической информации самарских спутников сегодня не могут обойтись около 200 российских ведомств и министерств. До последнего момента действительно в приоритете были импортные иностранные спутники, которые давали необходимое качество. Сейчас запущено несколько спутников, которые произведены здесь, у нас в Самаре. Они дают великолепную картинку, потрясающего качества. Все российские космонавты свой путь на орбиту проделали на Самарских Союзах. Эти ракеты-носители лидируют в мире по количеству запусков. Сегодня они стартуют с трех космодромов планеты, даже из Южной Америки. А сегодня утром Самарский Союз-2.1а открыл своим стартом новый российский космодром «Восточный». Инга Пеннер, Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...